Огромное количество людей, жители Одинцовского района и не только, собрались сегодня здесь, на Захаровской поляне, чтобы отметить Масленицу, самый русский праздник, самый пышный, самый красочный. С давних пор он был связан с ожиданием весны, тепла и проводами зимы. В праздники пересеклись языческие и православные обычаи. Масленичная неделя всегда сопровождалась большими народными гуляниями, молодецкими забавами, песнями и плясками. В этом году мы постарались сделать программу большой и зрелищной. Вас ждут аттракционы, игры, забавы, мастер-классы, красочные представления и, конечно же, самые вкусные угощения. Я обещаю, что вы получите самые яркие впечатления, массу позитива, заряд бодрости, энергии. Вы натанцуетесь и наедитесь. Масштабные гуляния проходят в Захаровском поселении уже третий год подряд. Неизменный режиссер праздника и главный заводила Гедемина Старанда. Кстати, 26 числа известный артист отмечал и свой день рождения. Я хочу вручить Гедемину Старанде медаль и грамоту за заслуги перед Захаровским поселением. Благодаря этому человеку наша Захаровская поляна действительно культовое место. А наша Масленица лучшая в Подмосковье и одна из лучших в России. На Масленичную ярмарку приехали купцы со всей страны. Гостям представили товары на любой вкус. Главное, почти все натуральное и ручной работы. Начинается празднование с театрализованного карнавала. Во главе процессии Масленичный король. За ним идут ряженые, музыканты, богатыри и артисты. Во главе! Масленичный король! Посмотрите, какие все довольные и счастливые. Считаю, что прекрасный праздник. Почему мне кажется, что Масленица Захарова одна, наверное, из самых красочных, самых таких репрезентативных в Московской области. Поэтому надо уверенно развивать ее, крепить эти традиции, потому что людям это нравится. На Масленицу очень интересно. Можно всем сюда приехать. Здесь все очень хорошо. Главный символ Масленицы – это, конечно же, блины. На Захаровской поляне их можно не только попробовать, но и приготовить самим. Первый раз блины печете? На Масленице, да. На Масленице, да. Получается? Ну, как видите, детям нравится. А сколько вы уже спекли блинов? Второй. Ну, а это уже штурм снежной крепости. Масленичный король украл куклу Морено, которая у наших предков олицетворяла зиму и смерть. И вместе с ряжеными спрятался наверху. Десятки смельчаков бросаются на штурм стен. Завершилось прощание с зимой огненным представлением. После того, как Морено освободили из плена, ее сожгли. Именно так много веков подряд наши предки провожали зиму. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова